МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Агентство СНП подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Казахстана с негативным прогнозом. Основным фактором, оказывающим негативное давление на рейтинг Казахстана в СНП, считают ожидание замедления экономического роста в результате значительного снижения цены на нефть. Однако Нацбанк и правительство Казахстана осуществляют структурные реформы, которые положительно оцениваются рейтинговым агентством, что позволяет сохранить кредитные рейтинги страны на инвестиционном уровне и сохранять стабильный валютный курс. В Казахстане треть городских и междугородних дорог станет платной. Причем это предложение касается и междугородних трасс, и городских улиц. Таким образом, можно будет не только вернуть в бюджет деньги, но и разгрузить городские дороги и сохранить их состояние в лучшем виде, считают чиновники. Сейчас в Казахстане имеется одноплатная автомагистраль «Астана-Щучинск». Предполагают, что с проезжающих по трассе Алматы-Копчегай, а это примерно 25 тысяч автомобилей в сутки, со следующего года также начнут взымать плату. Все собранные деньги будут использоваться для ремонта и улучшения качества автотрасс. Британская компания построит в Казахстане завод по конвертации попутного газа в дизельное топливо. Компания «Компакт» специализируется в области разработки технологий газ в жидкость, фокусируя свою деятельность на нефтяных месторождениях. Сделка предусматривает строительство ГТЛ-завода мощностью от 2000 до 3000 баррелей в день. На покупку казахстанских авто выдадут льготные займы. Такие кредиты можно будет оформить уже в апреле. 95% покупателей казахстанских автомобилей – это частные лица. 6 из 10 совершают покупку с привлечением кредита. Выделяемые правительством ресурсы обеспечат льготными займами около 3000 казахстанцев. Наряду с гражданами программой могут воспользоваться и казахстанские предприятия, приобретающие коммерческую технику. Это предусмотрено в проекте постановления, который находится на согласовании в госорганах. Данная программа начнет работу уже к 1 апреля текущего года. Текущая редакция документа предполагает финансирование лизинга коммерческой техники в пределах 5 миллиардов тенге. Конечная ставка по лизингу – 6% годовых, по кредитам физических лиц – 4%. Эффективная процентная ставка не должна превысить 7,5% годовых, причем с учетом всех страховых платежей. Системная работа по созданию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС уже начата. Окончательные общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов будут сформированы к 2025 году. Формирование общих рынков энергоресурсов позволит повысить безопасность и надежность функционирования топливно-энергетических комплексов стран ЕАЭС, создать условия для повышения обеспеченности населения энергоресурсами и более благоприятную среду для инвестирования в энергетические объекты. На заседании коллегии Европейской экономической комиссии были одобрены два важных для развития нашей интеграции документа. Первый – это концепция формирования общего электроэнергетического рынка Союза, реализация которого позволит повысить загрузку электростанции в наших странах. Второй документ – проект программы по этапной реализации выполнения перевозчиками, зарегистрированной территорией одного из государств, членов Союза, автомобильных перевозок, грузов. Оба документа должны быть представлены на утверждение Высшим Евразийским экономическим союзом до 1 июля текущего года. Таким образом, мы делаем крупный шаг в создании общего электроэнергетического рынка и либерализации каботажных автомобильных перевозок. Подоходный налог в России могут увеличить до 16%. Автором инициативы выступил депутат Госдумы. Он указал, что на текущий момент в России очень сильно дифференцированы доходы работающего населения. Если вычислить среднюю зарплату в группе с самыми высокими доходами и сопоставить ее со средней зарплатой самой малообеспеченной части работающих граждан, то первая цифра превысит вторую более чем в 16 раз. По мнению депутата, помогло бы введение прогрессивного налога. Однако чиновники опасаются, что применение таких ставок может привести к уклонению от уплаты налога и снижению поступления в бюджет. Основные задачи, естественно, остаются неизменными. Это и повышение национальной конкурентоспособности, и поддержка науки и технологий. Речь идет и об экспорте высокотехнологичных товаров, услуг, и развитие транспортной инфраструктуры, инфраструктуры связи, информационных технологий, агропромышленного комплекса и ряд других. Но, тем не менее, ряд решений все равно должны быть, если не радикально изменены, то переосмыслены. Власти Беларуси выставили на продажу более 60 предприятий. Львяную долю в списке составляют малоизвестные, не очень крупные предприятия консервов «Белнефтехим», «Белгоспищепром», «Минстройархитектуры», «Минтрансы», «Минсвязи» и «Минэнерго». При этом не указывается даже начальная цена продажи активов. Однако по каждому предприятию приводятся дополнительные условия продажи акций. В прошлом году были реализованы частным инвестором госпакеты акций 13 акционерных обществ и одно предприятие в целом как имущественный комплекс на сумму 42 миллиона долларов. В России появится 13-процентная ипотека. Постановление, подписанное Медведевым, утверждает правило предоставления банкам правительственных субсидий на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным кредитам. Инициатива должна начать действовать в текущем месяце. Предполагается, что объем выданных благодаря этой инициативе ипотечных кредитов достигнет 400 миллиардов рублей. Предложение будет распространяться на кредиты, оформленные до 1 марта следующего года. По данным Министерства строительства и ЖКХ, порядка 40% квартир в российских новостройках покупается в кредит. Беларусь потратил 11 миллиардов долларов на оплату долгов. Валовый внешний долг государства увеличился на 1,1% и составил 40,6 миллиарда долларов США. Внешний долг органов госуправления достиг суммы в 13,1 миллиарда долларов. При пересчете на душу населения внешний долг Беларуси составил 4200 долларов США. Цены на нефть снижаются из-за данных на запасах нефти в США. Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,64%, до 54,32 доллара за баррель. Стоимость марки WTI обновила минимумы за 6 лет и опускалась до 44,35 доллара за баррель. Цены на нефть начали снижаться еще в пятницу после публикации мартовского доклада Международного энергетического агентства. Агентство прогнозирует, что США скоро смогут исчерпать резервные мощности для хранения сырья, что окажет дополнительное давление на стоимость нефти в ближайшие месяцы. Минюз США требует с крупнейших банков по миллиарду долларов за незаконные манипуляции на валютных рынках. В ходе масштабного расследования валютных махинаций шесть банков уже согласились заплатить регуляторам около 4,3 миллиарда долларов. Окончательная сумма будет утверждена позже по итогам юридических процедур и может отличаться от заявленных первоначально как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Цена на медь растет на ожиданиях новостей из Китая. Стоимость меди с поставкой в мае на электронных торгах у Нью-Йоркской биржи увеличилась на 0,39%. На лондонской бирже металлов подорожала на 0,25%. Цена тонны алюминия с поставкой в июне выросла на 1,37%, а стоимость цинка на 0,15%. Инвесторы ожидают, что Китай, крупнейший потребитель меди в мире, примет меры по стимулированию экономики страны. Их ожидания усилились на данных Народного банка Китая по объему выданных кредитов по итогам февраля. Непризнанная республика Приднестровья хочет торговать с Россией и Евросоюзом. Ранее официально Кишинев неоднократно предлагал представителям непризнанного Приднестровья принять участие в переговорах по созданию зоны свободной и всеобъемлющей торговли с Евросоюзом. Однако Террасполь ответил отказом. В настоящее время Приднестровский регион пользуется преференциальным режимом торговли с Евросоюзом, благодаря которому, как отмечают экономические эксперты, почти 60% преднестровского экспорта составляет поставки в Евросоюз. Китай вышел на третье место в мире по экспорту вооружений. С 2010 по 2014 год экспорт оружия из КНР вырос на 16% по сравнению с предыдущим пятилетием. Доля США в мировой торговле оружием составляет 31%, на России – 27%. Около двух третей экспорта китайского оружия приходится на страны Азии. 41% азиатского экспорта поглощает Пакистан, за ним следуют Бангладеш и Мьянма. Китайское оружие покупают также 18 африканских государств. С짝 inhale��. Китайскоеpexinar Китайское оружие Китайское оружие Китакhan Продолжение следует...